У нас в студии Ирина Когут, заведующая офтальмологическим отделением медицинского центра ВИВИ. Ирина Дмитриевна, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о неприятных ощущениях в глазах, которые могут стать причиной к обращению к врачу. Ведь с чем-то мы, наверное, можем справиться сами, а какие-то симптомы могут говорить о нездоровье. Вот, например, если у человека краснеют глаза в течение дня или ближе к вечеру, это тревожный симптом? Ну, для пациента и вообще для нас важно понять, почему краснеет глаз. Совершенно правильно заданный вопрос. Он может краснеть совершенно по разным причинам. Если вы устали, это естественное покраснение глазного яблока, потому что наш режим жизни рассчитан на бодрствование и отдых. Если вы, допустим, часов 16 бодрствовали, а остальное время суток отдыхали, глаз, соответственно, подсыхает, и он может краснеть. Плюс идет колебание артериального давления. Это причина, которую вы можете отрегулировать. Вы прилегли, отдохнули, покраснение глаз пройдет, поэтому никуда обращаться не надо. Если вы, допустим, испытываете какой-то дискомфорт при работе с монитором, вы много работаете, покраснение глаза – это тоже будет естественная реакция глазного яблока на то, что слезная пленка разрывается, глаз подсушивается, и вы тоже можете попробовать это решить самостоятельно. То есть вы капнули любой слезозаменитель, который есть, панель очень большая, и эта жалоба может уйти сама. А почему еще краснеют глаза? Допустим, если вы имеете какую-то сопутствующую патологию и не знаете о ней, у вас колеблется артериальное давление, у вас есть элементы колебания уровня глюкозы в крови, это тоже может вызвать покраснение глаз, и оно не пройдет самостоятельно. Тогда вы обратитесь к врачу-офтальмологу, а дальше уже пойдете к тому специалисту, который профильно будет этим заниматься. Если вы находитесь в каком-то задымленном помещении или вы курите, у вас, соответственно, может быть красный глаз, в силу того, что дым раздражает глазное яблоко, и идет спастическое изменение сосудов. То есть это тоже покраснение глаза. И есть покраснение глаза, которое вызвано нашими заболеваниями непосредственно, то есть изменениями конъюнктивы, конъюнктивы век, век, заболеванием век, то есть это то, что лечит офтальмолог. Ирина Евгеньевна, а вот если, например, ощущается сухость в глазах, или вот как другая, наоборот, крайность, наоборот, такое слезотечение, вот эти симптомы о чем вы говорите? Компонент сухости и слезотечения тоже основная жалоба офтальмологическая. То есть, ну, давайте поймем, от чего у нас слезятся глаза. Мы вышли на ветер, мы вышли на солнце, где-то какой-то там резкий мороз мы вышли, слеза побежала, мы зашли в теплое помещение, эвакуация слезы, восстановилась, и нас ничего не беспокоит. Какая защитная реакция, да? Защитная реакция, то есть это естественное состояние, и это купируется самостоятельно. Если вы заплакали, психоэмоциональный фон тоже идет большая выработка слезы, соответственно, тоже это слезотечение, это функциональное слезотечение. А вот если вы находитесь просто в помещении, у вас начинает слезиться глаз, да, и слеза застаивается, она не так эвакуируется из глаза, тогда уже нужно смотреть, в чем причина, потому что сам функционал оттока слезы из глаза имеет достаточно большой путь. Это конъюнктивальная полость, это слезная точка, это слезный мешок, это слезно-носовой канал и нижний носовой ход. То есть вот это этапы, которые проходят эвакуация слезы из глаза. И, соответственно, на каком-то этапе может быть нарушение. Поэтому если это вас беспокоит давно и это не проходит самостоятельно, нужно обратиться к офтальмологу, чтобы он понял, как вам помочь. Если слеза возникает, когда вы простыли и заболели, это просто связано с тем, что нарушен отток слезы из области носа. Поэтому в принципе никуда идти не надо. Если глаз сохнет, тут тоже определенные, скажем так, предпосылки. Если вы много работаете с монитором, это естественное слезостояние. Если вы имеете какую-то сопутствующую патологию, ну при каких заболеваниях? Допустим, вы принимаете лекарственные препараты. Какие? МПВП чаще всего. Или антигистаминные препараты могут вызвать сухость. Тогда вы должны определиться вообще на самом деле, обратиться к специалисту, который назначил эти препараты. В каждой инструкции прописано, какие осложнения есть на тот или иной орган. Или заменить препарат, или доктор добавит искусственную слезу. Разобраться, в принципе, почему сушит глаз. Если вы на самостоятельном уровне хотите полечить эту сухость, ну потому что вы много работаете, больше 6 часов с монитором, ну попробуйте начать с гигиены века. Если вам это не помогло, тогда вам нужно обратиться к специалисту. Потому что на самом деле компоновка слезы, она очень большая. И вообще эта тема синдрома сухого глаза, она сейчас очень дискутабельна и очень сильно рассматривается. Слезозаменители имеют самую разную панель. Они направлены на разные слои слезной пленки. И тогда уже специалист вам предложит, что там нужно. Или муциновый слой восстанавливать, или липидный слой восстанавливать. Потому что по возрасту тоже. У молодых сушит глаз, потому что они много работают. У более зрелого возраста, потому что гормональный вход меняется. Ирина Львовна, еще один симптом, который часто встречается, я думаю, что и у ваших пациентов тоже, и вот даже люди между собой это обсуждают. Когда вот такой зуд в глазах, кажется, что глаза чешутся. Причем у кого-то прямо с самого раннего утра. Утром просыпаешься, и первое такое ощущение, что хочется как-то глаза, ну как-то вот они беспокоят. Что могут быть за причины? Если они красные, то все-таки это может быть симптоматика раздражающих факторов в воздухе. Может быть, какой-то аллергический компонент. Может быть, просто синдром сухого глаза формируется, и вам надо восполнять это слезой. Бывают заболевания век. Мы часто дискутируем по демодекозу, потому что достаточно много пациентов, которые имеют эту патологию. И демодекоз может вызвать. Может вызвать уровень колебания глюкозы в крови. То есть если пациент больной страдает сахарным диабетом, то повышение уровня сахаров приводит к тому, что появляется какой-то непонятный зуд в глазах. Тут как бы много очень факторов, поэтому в зависимости от того, если это оккупируется самостоятельно, ну ради бога. Если все-таки беспокойство нарастает, то надо обращаться к специалисту. Тоже вот это, кстати, симптом, который говорит о том, что пора на прием к врачу. Ирина Дмитриевна, есть несколько вопросов от зрителей. Давайте послушаем их и коротко на них ответим. Иногда к вечеру краснеют глаза. С чем это связано? И подскажите, пожалуйста, что делать с этим? С чем связано? Молодежи, понятно, с чем это связано. Отдыхайте больше, просто отдохните. Есть такой, мы уже говорили об этом, есть такая гимнастика для глаз, есть просто согревающие для глаз руки наши, которые вы потерли, приложили и посидели. И вообще это очень быстро все уйдет. Смотрим следующий вопрос. У меня вопрос про контактные линзы. Не вредно ли их носить детям? Ну, носите на здоровье, это средство коррекции. Если вы правильно ими пользуетесь, ничего с вами не произойдет. Единственное, что я бы рекомендовала, первичную подборку линз осуществлять в кабинете контактной коррекции. Не надо покупать линзы через интернет и одевать все подряд. То есть врач должен сориентировать на ту или иную марку, которая вам подходит, а дальше вы можете использовать, как вы хотите, по назначению. Хорошо. Смотрим следующий вопрос. Правда ли, что по глазам можно определить состояние здоровья человека? Мой любимый вопрос, Ирина Дмитриевна. Ну, это действительно очень диспутабельная тема, и она имеет место быть. Вот говорят, что люди с голубыми глазами больше подвержены патологии желудочно-кишечного тракта. Люди, которые имеют серый глаз, серый цвет глаз, а у них чаще болеют легкие. То есть, в принципе, вот эта тема имеет место быть. Единственное, что она научно не так, может быть, как обоснована. И не факт, что это будет обязательно. Схемы редодиагностические. Ну, это та тема, которая не дает объективного статуса состояния организма. И все-таки есть более объективные методы исследования, что у вас болит и на каком уровне сейчас вы находитесь, какая есть у вас патология. Поэтому я думаю, что это как дополнительный какой-то метод имеет место быть. Ну, конечно, если организм рассматривать как систему, то, конечно, на любой части этой системы будет что-то меняться. Ну, конечно, существуют же нетрадиционные какие-то аспекты взгляда на патологию органную. Тут так и у нас есть определенные схемы, которые характерны. Причем правый глаз – это одна область, левый глаз – это другая область. На каждом есть схематически разнесенные органы. Это зонные, да, органы. Да, но это требует детализации, то есть это требует очень много времени. Но я так думаю, что это нужно при большом увеличении, это нужно садиться. То есть это прям так отдельно. Да, это научные такие методы, которые в наше время, у нас лично, не используются в нашем подразделении. Смотрим следующий вопрос. Как часто нужно бывать у офтальмолога и какие обследования проходить? Ну, я всегда говорю, что раз в год вы должны быть у офтальмолога. Если вас ничего не беспокоит, а если вас что-то беспокоит, вы просто должны собираться и идти. Чем быстрее, тем лучше. Ну, вот сам офтальмологический осмотр полный, он же занимает время. И это же не просто посмотреть на буквы Ш и Б, да? Ну, к сожалению, пациенты, вот мотивация у них такая, что да, что работа врача-офтальмолога заключается в том, что проверяют зрение по таблице и больше ничего там никто не смотрит. Вообще полный осмотр от полутора до двух часов, если пациент не сложен. Если у пациента находится какая-то проблема, то иногда это затягивается до трех часов на большее время. Поэтому планируйте, если вы идете, конечно, планируйте. Конечно, запишитесь к врачу, выделите время. Конечно. Потом, ведь иногда же требуют там закапывания препаратов. Обязательно. После этого нежелательно садиться за руль, там заниматься какой-то, наверное, да, такой деятельностью. Ну, вы просто не сможете заниматься работой на близком расстоянии, поэтому я так думаю, что если вы что-то планируете, планируйте, чтобы не нервничать. Да, выделить 2-3 часа, лучше, ну, какое-то продолжительное время, чтобы... Спокойно в очереди посидеть. Посидеть спокойно в очереди. Тоже эта очередь будет не случайно, да, пока начнет действовать препарат, пока врач займется. Ирина Петровна, спасибо вам большое. Сегодня мы разобрали самые частые вопросы, которые бывают у пациентов, у врача-офтальмолога. С некоторыми можно справиться самим, а некоторые не стоит откладывать, и нужно немедленно обращаться к доктору. В студии у нас была Ирина Когут, заведующая офтальмологическим отделением медицинского центра ВИВИ.